Российский эксперт в области геополитики Андрей Иванов уверен, что никаких серьезных подвижек в решении армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта быть не может в принципе. Потому что крупные державы устраивают отсутствие активной войны. Как заявил Андрей Иванов в интервью CBC, по его убеждению, для решения проблемы необходимо время, причем немалое. Можно ли ждать каких-то дальше подвижек? На мой взгляд, конечно, нет. То есть ситуация заморожена, и она будет такой еще, наверное, несколько десятилетий. Надежда только на то, что эту проблему решат следующие поколения, когда будет совершенно другая архитектура мира. Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией при посредничестве стран сопредседателя Минской группы ОБСЕ возобновился спустя большой период застоя. Стороны не встречались с июня прошлого года. Сентябрьский диалог пока определенных результатов также не принес. Стремление Баку к мирному урегулированию приветствует ряд общественно-политических деятелей. В этом направлении они отмечают деятельность Гражданской платформы мира между армянами и азербайджанцами, которая в минувшем месяце существенно изменила и тем самым усилила свой состав. Я надеюсь, что инициатива «Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном» поможет в разрешении проблем региона, который страдает от нестабильности последние 30 лет. Я настроен весьма оптимистично в отношении диалога и обсуждений и надеюсь, что мы будем нацелены на построение мира в этом регионе. Азербайджанское общество предлагает армянскому обществу мирно решить вопрос. Во всяком случае, подсказать правительству Армении, чтобы вывести войска из оккупированных территорий. Вот это самое главное. Мирным способом матери как с азербайджанской, так и с армянской стороны ждут своих сыновей. Азербайджан сегодня готов за считанные часы вернуть все эти территории. Это в Ереване прекрасно знают, в Москве прекрасно знают об этом. Работа посредников в решении Нагорно-Карабахского конфликта должного результата не приносит. Единственная польза от минской группы – сдерживание эскалации в зоне боевых действий. Это подчеркивают все участники «Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном». И об этом они говорили и в конце октября в Тбилиси в рамках первого съезда организации. Корень конфликта не в армянском и азербайджанском народе. Они веками жили же. Нужна поддержка нам нужна. Мы хотим, чтобы наши друзья за рубежом тоже поняли, что все конфликты в мире фактически построены на столкновении интересов. Что ни один народ никогда просто так не поднимет оружие на своего соседа. Почему минская группа до сих пор не смогла все-таки при всех тех резервах, которые у нее имеются, добиться окончательного разрешения конфликта? Отвечу. И опять-таки это наше видение проблемы. Потому что есть два метода урегулирования конфликтов. Это негативный метод и позитивный метод. Минская группа успешно применяет негативный метод. К величайшему сожалению, она слабо использует механизмы позитивного урегулирования конфликта. В чем он заключается? По нашему мнению, при том положении, что сегодня складывается, позитивный метод представляется в привлечении к урегулированию конфликта представителей гражданского общества, как армян, так и азербайджанцев. Никто за нас не будет делать, кроме нас. Давайте будем реалистами. Никто. И взаимоотношения, вы видите, мир Франции, Соединенные Штаты, каждый, Россия, каждый занят своим. И отношения не очень складываются между ними. У них своих дел хватает. Армянам и азербайджанцам необходимо встречаться и налаживать конструктивный диалог. Они должны восстановить былое доверие и уважение. Плохих народов нет, напоминают члены гражданской платформы мира. Есть часть тех, кто за счет конфликта преследует собственные интересы или же действует по указке внешних сил. Прошло уже четверть века. И, несмотря на это, азербайджанская сторона по-прежнему предлагает решить проблему мирным путем. Армянам же следовало бы задуматься о своем будущем и, прежде всего, будущем своих сыновей, которые, ввиду оккупантской политики руководства Армении, продолжают гибнуть на чужой земле, на горном Карабахе и семи прилегающих к нему районах. Мехрибан Касумов, Ируз Рагимов, Сибиси.